Всем привет! На последнем стриме вспомнили про Баэрталя и что пора бы обзор на него запилить, и я вспомнил, что на самом деле я уже все подготовил, его нужно было только записать. Вот, делаю. Поехали! Баэрдаль, это эпический герой, относится к типу атака из фракции дворфа. Смотрим его навыки. Первый навык называется колдовской топор. Атакует врага 2 раза, каждый удар с вероятностью 30% накладывает штраф лечения 100% на 2 хода. Урон у нас зависит от атаки. С помощью книг мы можем увеличить вероятность наложения штрафа лечения до 40%. И также на 10% поднять урон, который мы можем посчитать по следующей формуле. 2,1 умноженное на атаку, бьет он 2 раза, поэтому на выходе мы получаем 4,2, множитель хороший. Атаки ему дали 1398, среднее значение. Голого урона на выходе имеем 5871 единицу. Это много. Как для базы. Переходим ко второму навыку. Называется он сказочная защита. Атакует врага 3 раза, накладывает на себя щит силой 30% нанесенного урона на 3 хода. В базе отката у нас 4 хода, с помощью книг можем сократить до 3, таким образом, если противники у нас не такие уже и сильные, он может обеспечить себя щитом 24 на 7. Также с помощью книг мы можем поднять урон еще на 25%. И давайте узнаем, как сильно он может у нас тут ударить. Потому что от этого напрямую будет зависеть количество щита. 1,8 умноженное на атаку, бьет он 3 раза. В целом это хороший множитель. И голого урона у нас уже здесь 7549 единиц. Вполне годно. Если хорошо прокачаем ему атаку, 100% крит шанс и хороший крит урон, бить он будет сильно. Что на базе, что тут. Единственная проблема, он бьет по сингл цели. Теперь переходим к пассивке, называется паранойя, в начале каждого раунда накладывает на себя контратаку на 1 ход. В конце своего хода накладывает на себя контратаку также на 1 ход. По сути он всегда у нас имеет контратаку. И также имеется у него аура, увеличивает атаку союзников в подземельях на 32%. Хорошая аура, то есть он у нас заточен под подземелья, но есть маленький нюансик. И его я чуть позже раскрою, для начала мы посмотрим параметры героя. Второе ему дали 18 330 единиц, так как он относится у нас к типу атака, это много. Никаких претензий не имею. По поводу атаки, уже говорил, 1398 это среднее значение. Защита 683, вот тут уже мало. Так как его разработчики хотели видеть в подземельях, то над его защитой придется поработать. Иначе он будет у нас тонкий, его будут быстро вырубать. Дальше смотрим скорость, 94, как для персонажа типа атака, это плохо, это мало. Но так как у него есть контратака, то в целом это не так критично, потому что даже если он не будет быстро ходить, когда его будут бить, он все равно будет идти контратаковать. Таким образом суммарно он урона будет плюс-минус наносить столько же. Крит шанс 15 это стандарт, крит урон 60 почти максимум, напоминаю, что 63 это у нас максимальное значение. Ему дали 60, тут супер. Сопротивление 60, тут также круто-классно, потому что у него есть щит, который он на себя наложит, если зайдет вторым навыком. И также, естественно, это контратака. И мы знаем, что у нас есть много героев, которые могут это забрать, поэтому ему сопротивление нужно приподнять. Конечно же, не в укор его урону, не в укор его стойкости, но сопротивление нам надо. Если контент игры, то это 200+, желательно 250 где-то так. По поводу меткости, меткости не дали. Меткость нам нужна, дабы он накладывал штраф лечения. Также для контентной игры это 200+. Ну и в целом, если пойдем на арену, так как он накладывает это только на одного врага, и это не 100% срабатывание, поэтому также думаю, 200 хватит с головой. У нас и так много параметров, которые нам придется выкачивать, поэтому большая меткость нам здесь не подходит. Теперь давайте взглянем на оценки. 1245 оценок, в игре он относительно недавно. В целом, Дворф это последняя фракция, которая здесь появилась. И смотрите, оценки у него очень хорошие. Самое маленькое это гнездо паучихи, причем логично, потому что он бьет по сингл цели, а штраф лечения на паучиху не навешивается. И в остальных местах, то есть он хорошист. Единственное, еще вот клановые битвы. Если он появляется у вас в начале, это первая контра, которая в принципе только есть, да, его туда можно взять. Дальше лучше уже менять на что-то другое. Потому что он относится к типу атака, соответственно, он не такой стойкий, как саппорт или персонажи типа защитам. Когда заведетесь лучшим стаком героев, однозначно ему найдется замена. И бардалю там на пятом, на шестом кб делать нечего. Вот такой бардаль будет у нас на обзоре, отделе на него два комплекта. Это кража жизни и увеличение критического шанса. Если мы говорим про разные локации и у нас есть хорошие хилеры, то кража жизни не обязательно. Если мы хотим куда-то его в соло запускать, а особенно если речь касается воин фракции, где у нас проблемы с саппортом, то нужно побеспокоиться о его выживаемости. И самый лучший сет для него это, конечно же, кража жизни. Смотрим артефакты поближе. Сапоги дали ему на скорость, доспех атака, так как у него урон зависит от атаки. И перчатки дали на крит шанс. По бижутерии, знамя дали ему на защиту, потому что своей защиты у него немного и он не стойкий. Даже несмотря на то, что на нем висит сет кража жизни, все равно свалить его с ног не так уже и сложно. Амулет дали на крит урон и перстень дали на атаку. Также, что следует заметить, это сопротивление у него получилось 200+, как я и говорил, и меткость также 200+. Также по поводу здоровья, добавили ему здоровья, в целом на него особо бежать не будут, он воет, поэтому нет стихии, которая над ним доминирует и также на нем будет висеть контратака. Как мы знаем, искусственный интеллект, когда выбирает кого бы ударить, он очень не любит выбирать героев, на которых есть контратака. И конечно же защита, тут догнали 2К+, изначальная сборка была в том, что защиты у него было меньше, но больше сопротивления и он был менее стойкий. Пока я его тестировал, настраивал пачки, остановились на таком шмоте и так он намного лучше раскрывается. По поводу книг, в целом у него только два навыка, куда можно их закладывать, пассивка не требует книг. Конечно же в А2 мы заинтересованы сократить перезарядку, поэтому книги сюда вливаем полностью. И тогда уже у нас будет шанс иметь щит постоянный, за исключением тех моментов, когда его будут или снимать, или сбивать. А один тут какая ситуация? У нас есть две локации, где нам действительно важен штраф лечения. Это лавовый рыцарь и это цитадель духа. Если у вас нет холодного сердца, то скорее всего вам книги сюда нужно вложить. Если у вас уже имеется холодное сердце на аккаунте, то она с лихвой перекрывает этот штраф лечения от Бердали. И поэтому тогда сюда книги можете не вливать. В общем, если повезло и книги изначально залетели сюда, то уже задумайтесь. Скорее всего А1 уже не следует заливать и вы сэкономили книги, поздравляем. Таланты выглядят подобным образом. Это некая смесь выкачивания ДД и персонажа, который работает через защиту. То есть в ветке атака мы увеличили урон, который она носит. Из немаловажного это то, что он будет обновлять себе щит каждый раз, когда убивает врага. И конечно же контратака ему не нужна, потому что и так на нем будет контратака. Поэтому выбрали талант холодная месть, где он бустит себе полоску хода. Это могло бы пагубно сказаться на арене, когда бы он был бы против Тормина. Но Бердали не берут на тех уровнях арены, где у нас есть Тормин. Поэтому ничего страшного можно брать. Заходим в бой. Первым делом мы идем в компанию. Это 12-6. Но это невозможный режим, как мы обычно тестируем. Это у нас адский режим. Почему? Да потому что в таком обвесе с таким шмотом он в соло может затащить катку. Смотрим. Спасибо. 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 3.15 по энергии. Видите, что это действительно была адская сложность кампании. Ключевые моменты. Это сет кражи жизни на нем. Это достаточное количество сопротивления. 200 плюс, чтобы не могли его пробить. И также необходимо 2К плюс дать ему защиту. Иначе его все равно будут пробивать. Он не будет успевать отхиливаться. И вуаля. 3 звезды у вас в кармане. Цитадель Духа. 15 уровень. Так как он на базе у нас накладывает штраф лечения. Конечно же он очень здесь полезен. Потому что босс у нас умеет лечиться. Я взял к нему в пару еще несколько саппортов. Чтобы быстрее просто было. Потому что он солянова это все развалит. Но это просто будет долго. А так как персы очень хорошо уже выкачаны у меня. То если я возьму много персов. Он попросту может не успеть раскрыться. Потому что босса на самом деле можно снести. И просто из-за того, что у вас очень сильные удары у всех. Но я помню, когда я только-только проходил. Насколько болезнен для меня был этот босс. Тогда, к сожалению, бардали еще в принципе в игре не было. Но он мог бы мне действительно помочь. Сейчас подождем, пока снесут меню. А, смотрите, автобой сразу его повел туда. Чтобы она не лечилась. Умно. В коем-то веке. Я хвалю автобой. Хм. Ну что-то он за все время ни разу не зашел с А2. Что происходит. Странно, с А2 я так и не видел, чтобы он зашел. Он постоянно бегал, ходил с А1. Бил нашего босса. Но в целом, видели схема рабочая. Дальше уже просто добирайте каких-то массовиков ДД. Которые побыстрее помогут вам справиться с волнами. Ну и также помогут расправиться с миньонами по бокам. Тут они у нас остались живы. Время, конечно, ужасное. Но я больше хотел показать, как это все работает. Очень интересно, после кампании. Сможет ли он в соло пройти Минотавра. Сейчас глянем. Есть первая волна. Руна сгруется второй. И вторая волна. И что у нас тут будет. Что-то мне подсказывает, что это будет выигрыш. 4.16 в соло. 15 уровень Минотавра пройден. В общем, по праву даем ему звание психо-одиночки. Теперь отправляемся на лаву. В целом, давайте посмотрим, как он бьет. 23-23. Да, неплохо он бьет. То есть, наконец-то у нас появилось просто пробитие брони. И также у нас появился баф на увеличение атаки. Конечно же, это помогает лучше раскрыться с точки зрения урона нашему Байердалю. Как он нам будет помогать на боссе, глянем чуть позже. Пока смотрим, как у нас тут расправляется с волнами. Из очень примечательного то, что он войт. То есть, вообще не важно, про какой цвет идет речь. Он везде будет нам полезен. Ну, очень важно, несмотря на то, что он все-таки больше как ДД, но он сингловый ДД. Нужно дать ему и сопротивление, и защиту. Иначе, ну, его очень быстро вырубает. Он вообще не стойкий. И поэтому я не сразу понял, почему все так полюбили Байердаля. В первых моих пробных прогонах он постоянно отлетал. И вообще ничего полезного не делал. Уже спустя какое-то время я только понял, как правильно его собрать. И, наконец-то, он заработал. Сразу бежит к контратаке давать сдачу. На базе 2 хита. На А3 у него вообще 3 хита. Вот уже он и помог нам раскрыть босса. Как раз холодное сердце, наконец-то, вовремя бьет своим А3. Скидывает перезарядку. И видим, как штраф лечения также он накладывает. Но, в целом, тут у нас идет дублирование еще от холодного сердца. Еще чуть-чуть, и будем уже с ним прощаться. Двадцать пять, двадцать шесть копейками. Три четырнадцать. Среднее время. Причем по урону он набил немного. Ну, отчасти, потому что он бьет только по единичной цели. С другой стороны, другие персы просто более заточены под то, чтобы наносить урон. Но на самом боссе однозначно он очень полезен. Особенно, если на аккаунте нет холодного сердца. Байердаль просто необходим. Но, опять же, это я сейчас говорю про рарок и про эпиков. Конечно же, среди лек есть и другие достойные замены. Но, мне кажется, он более актуален. Это начало игры и миддлгейм. Потом, конечно же, когда появятся другие герои. Псих одиночка, это, конечно же, круто. Но нам важно время. А такие герои, увы, не способствуют к быстрому прохождению той или иной локации. В общем, я думаю, что мы достаточно походили по подземкам, чтобы понять, что он из себя представляет. В целом, его можно прикрутить в любую команду. Войны фракции. Тут команда еще на стадии строительства. Всего только 4 героя есть, которые выкачаны. Думаю, у многих подобная ситуация. Потому что дворфы, во-первых, появились самыми последними. Плюс, там не так уже много героев, которых резонно вообще выкачивать и тащить на войны фракции. Но Бордаль один из таких героев, которого мы хотим видеть в рядах наших героев, когда идем на войны фракции. Забежали уже до второй волны. Посмотрим, как дела у них будут тут. У нас тут... А вот у нас и забрали у него контратаку. Даже несмотря на то, что у него много сопротивления. Но, опять же, это просто непредсказуемость рандома, который есть в этой игре. На самом деле, сопротивления у него вполне достаточно, как минимум для этой локации, так уж точно. И уже доходим до финальной третьей волны. Тут отчасти зависит... Оу, хорошо зашел у нас Тормин. В общем, если у него проки хорошие, то они в полном составе заканчивают эту волну. Если все идет ужасно, то все-таки мы немного теряем наших союзников. Сержант так часто уходит, потому что все-таки щит союзников, и поэтому много урона в нее влетает. Отличное прохождение, даже обновили время. 19 уровень, 4 героя. В общем, ждем еще появления пятого хорошего героя. И уже будем целиться на прохождение криптодворфов на 3 звезды. Однозначно увидели, что Байердаль достоин стоять в этой тиме на войнах фракции. Едем дальше. Осталось решить вопрос с ареной. Честно, я его не сильно вижу прям на арене. У меня уже конец золота 4-го. Но для обзора надо зайти. Вот нашел тут команду послабее, поэтому давайте попробуем. Так, приструним тебя. Теперь ты. В целом, множители у него неплохие, поэтому... Есть все шансы, что он сейчас раскроется. Ну, я вижу это в каких-то деф-паках его, то есть... Вот, отлично, начинает ходить. Он контур-атакует. Заберем мы у вас тебя. Потому что он на многое способен. О, отлично, да. Ну, вот, контур-атака работает. Но, опять же, на арене, если против Мадам Сирис, все вот это, что мы друг на друга сейчас попонавешивали, это снимается в 3 секунды. Против Рейд то же самое. А если выкачивать его в лютое сопротивление, то он растеряет все свои остальные характеристики и станет, как бы, бесполезным. Ну, давайте против нормального спид-пака. Так. Дальше шо? А, о, мы еще даже и успеем походить. Давайте заргало попробуем чутка зак... О, получилось. Пробитием. Иди бей. Красава. В принципе, не так-то и плохо все. А ну, еще раз. И бьет хорошо. Под пробитием так точно. Ну, что-то из него можно, конечно, получить. Но это все такое. С большой-большой натяжкой. Если, конечно же, говорит там про бронзу, про серебро, я уверен, что ему там будет нормально. Ну, четвертая голда, это уже, конечно, немного другие ставки. В общем, подводим итоги. В целом, чувак норм. Максимально он раскрылся вот именно в этой сборке, которая у нас на обзоре. Были разные там вариации, но вот именно в этой он мне действительно понравился. Так он получает свое звание психоодиночки. Он действительно стойкий и проблемный. Конечно же, можно дать ему еще более жирный шмот. И таким мы уже притащим его в четвертую голду, и он даже что-то там будет разваливать. Но все же я больше вижу этого героя в начале игры и в миддлгейме. Дальше я его уже бы перевел в войны фракции, пусть он там свое доживает. Но среди немногочисленной фракции дворфы он действительно один из достойных героев, который достойен внимания, которого действительно есть смысл выкачивать, и он вам поможет. На этом обзор подошел к концу. У микрофона, как всегда, был Фил. Делайте лайки, не делайте дизлайки. Всего хорошего. До новых встреч. Пока.